приветствую потенциальных зрителей с ютуба которые может быть будут это смотреть когда-нибудь на стриме посвященным моим любимым сериалом по аналогии с предыдущим стримом который был посвящен моим любимым фильмом который также можно посмотреть в записи на ютубе привет максим снова давно не виделись так сказать привет система оповещения он же хикухи кстати я почему-то на прошлом стриме этого не заметил но у тебя опечатка в названии правильно оповещение они оповещения таким образом тебя можно легко спалить опять меня жестко фонит микрофон но ничего с этим сделать я не могу потому что вообще не шарю в технике все что я могу это просто шнур от микрофонов ноутбук вставить чтобы он просто работа вот как шум убирать я без понятия придется так да максим привет в общем мне сложно выбрать турнир потому что в отличие от фильмов на пикуку гораздо меньше турниров именно просто на любимый сериал есть конечно сейчас покажу где тут были есть вот такой вот гигантский турнир на самый лучший сериал из 1024 вариантов по максимуму но во-первых это слишком много как показывает практика я даже предыдущий турнир на 512 вариантов проходил три часа так что на 1000 наверное в принципе никогда не буду проходить но во-вторых здесь в описании сказано что присутствуют сериалы мультсериалы и аниме по аниме я и так делал кучу контента по мультсериалам тоже не хочется как-то все это вместе смешивать я планировал сегодня выбрать именно свой любимый сериал в классическом смысле то есть живыми актерами лайв-экшен без анимации без всего прочего а в остальном здесь либо мультсериалы либо какие-то персонажные либо аниме либо просто вообще мультфильмы поэтому тяжело выбирать даже не выбирать просто искать по мультсериалам может быть как-нибудь сделаю отдельный стрим но сегодня именно по сериалам хочется вот есть лучше популярный сериал из 32 вариантов либо в новых по-моему я это видел либо тут еще есть самый лучший сериал 128 вариантов но тут просмотренные мною то есть автором за всю жизнь я не хочу отталкиваться от какого-то незнакомого человека я хочу когда более объективно проходить исторические вот вот еще есть лучший сериал просто лучший сериал на все времена 32 варианта но здесь гораздо меньше людей прошло и оценок меньше и на том еще значок был качество а тут его нет ну наверное пройду вон тот он где был в лучших кажется да лучше популярный сериал видимо придется проходить его вот тут есть награды знак качества хайп идеальный тест можно положиться на это ну думаю я так и сделаю сильно затягивать не буду не хочу продолжительный стрим сегодня делать он будет точно не на три часа как тот но и 32 варианта я буду проходить гораздо быстрее чем 512 возможно после этого турнира я пройду какой-нибудь еще но сначала этот классический режим ну я думаю можно начинать принципе 5 минут вступительных прошли поехали сразу скажу заранее что как и в случае с фильмами я очень много чего не смотрел и наверное в случае с сериалами у меня намного больше пробелов и того что я не видел поэтому несмотря на маленькое количество вариантов тут может быть очень много того что я понятия не имею вот например здесь я оба сериала не смотрел но про оба слышал исходя из отзывов которые я читал или смотрел сокол и зимний солдат это отвратительный сериал поэтому тут я выберу наверное рим мандалорец или острые козырьки я видел оба этих сериала и оба этих сериала я считаю переоцененными острые козырьки были нормальными поначалу но потом скатились и я их забросил мандалорец я вообще считаю самым переоцененным сериалом из всех что я видел я писал на него рецензию она есть на на поиске если кому интересно или в моем телеграм канале тоже присутствует ссылка на который есть в описании профиля через топлинк мандалорца я посмотрел только первый дитон который считается лучшим и он просто ужасен мне показался просто отвратительно очень скучно и очень плохо поэтому здесь из двух зол я выбираю меньше и пропускаю в одну восьмую острых козырьков но и они такие растянуты их надо было заканчивать гораздо раньше дневники вампира или защитники дневники вампира я не смотрел поэтому автоматом проходят защитники хотя он тоже такой себе прямо скажем у меня сейчас только что как будто стрим на 6 секунд сломался такое может быть но скорее всего проблема у тебя и кухню наруто или one piece one piece я не смотрел пока что только читал это только первые несколько книг шерлок или игра престолов вот это вот это сильно вот это жаль что они встретились так рано это заслуживает где-то полуфинала наверное даже оба сериала я смотрел оба входят в мои топ-5 любимых но оба скатились к последнему сезону не четвертый сезон шерлока не последние наверное два ту и три сезона игры престолов мне не нравится но в остальном они оба прекрасны не хочется ни то ни другое сливать ну наверное выберу все таки игру престолов она такая более основательная более масштабная влиятельная культовая ну и в целом несмотря на то что оба этих сериала я смотрел в годы их выхода где-то в начале первой половине десятых гораздо сильнее я в свое время фанател по игре престолов и ну сама вселенная никакое сравнение точнее шерлок никакое сравнение не идет по масштабу с игрой престолов но опять же повторюсь очень жалко сливать шерлока в первом же этапе он был меня мог далеко зайти привет али на первом месте точно должны быть ходячие мертвецы точно не будет ходячих мертвецов не на первом месте не даже в первой пятерке не в первой десятке потому что там только первые два может быть максимум три сезона смотрибельные все остальное от лютая параша это один из самых сильно скатившихся и затянутых сериалов которые только знаю остаться в живых или видеть не смотрел ни то ни то но остаться в живых это классика сверхъестественное или ведьмак не смотрел ни то ни то но опять же сверхъестественно это классика путь тесть хому сапиенс он бы это подтвердил честно за сериалы мало шарю смотрел только плюс-минус 10 я тоже не сильно много смотрел как я уже говорил так что много будет скипов бесстыжих вот не смотрел например когда-то хотел взяться но блин 10 сезонов это как-то дохера прям а вот локи крутой локи один из лучших сериалов марвел я считаю за последние годы наверное вообще лучший отлично завершили арку персонажа я об этом тоже писал рецензию можно посмотреть на кинопоиске либо в моем телеграм-канале ссылка в описании профиля через топлинк а локи еще не закончился нет нет как раз он закончился в нем всего лишь два сезона это видимо старый турнир тут написано что он все еще идет но в прошлом году он официально завершился на втором сезоне конечно там тоже не без минусов я считаю что сюжет можно было сильно сократить из этого можно было бы сделать максимум один сезон серии на 10 или даже фильм я думаю что сюжет сериала локи можно было бы при желании сжать до полнометражного фильма да конечно он длился бы долго там часа два с половиной три но это был бы потрясающий фильм убрали бы все лишнее и возможно в кассе он бы мог там миллиард собрать например спокойно но как сериал тоже вполне и очень неплохо локи переоцененный не согласен ходячие мертвецы вот что переоцененные те скажу сорви голова или чернобыль сорви голова тоже хороший пример марвеловского сериала хотя его производством занималась ни марвел не имею ввиду ни квм ни дисней а netflix когда еще там были такие относительно независимые сериалы и в целом дардевила можно смотреть в отрыве от киновселенной марвел там только на упоминаниях иногда бывает что то но в целом он такой довольно автономный что безусловно идет ему в плюс сам сериал тоже хорош конечно его связка с защитниками такая себе но вот первые пару сезонов точно годны однако чернобыль просто в одну калитку выносит наверное вообще все сериалы которые вообще были пока что потому что ну то что сделали в чернобыле это это очень сильно но и пересматривать его не хочется потому что сериал очень мрачный и тяжелый однако я не могу не признать что качество у него просто высоченных поэтому тут выбор очевиден я живу в чернобыле ты мутант хикукио или ты сталкер хотел один раз посмотреть доктора кто но из-за количества серий перехотел да у меня аналогично викинги или пацаны викингов не смотрел хотя тоже какое-то время хотел приступить поэтому пацаны да блин какого года этот турнир потому что тут написано что пацаны это только девятнадцатый год хотя сколько там уже сезонов то вышло кстати сегодня день рождения у энтони стара который играет хомлендер может быть в спорный момент накинул один балл пацанам чисто в честь его праздника братья по оружию или непосредственно каха так это же фильм по-моему или нет ладно как бы там ни было я выберу что угодно лишь бы каха лишь бы как больше не видеть вообще неважно что а вот и ходячие мертвецы или во все тяжкие ну естественно о чем тут говорить вообще сразу скажу как и в случае с фильмами было заранее победитель определен так же как в фильмах у меня заранее было известно что победит крестный отец и он выиграл здесь аналогичная ситуация с во все тяжкие потому что это мой топ-1 сериал с 2013 года то есть вот как он закончился я его смотрел тоже в годы выхода я последний сезон смотрел когда он выходил еще еще учась в школе то есть для меня это не просто качественный круто сделанный сериал так это еще и предмет ностальгии очень важный сериал в принципе для меня ходячих мертвецов я конечно тоже начинал смотреть примерно в то же время но они как я уже говорил очень сильно сдали и очень быстро а тяжкие держались все пять сезонов на высоте поэтому победитель уже известен его тут не могло не быть поэтому дальше битва пойдет за второе место хотя если здесь есть если здесь будет сопрано то скорее всего сопрано и займет второе место в финале будет во все тяжкие сопрано но я не уверен что они тут будут потому что во все тяжкие в последние годы популярнее чем старый сопрано так что не исключено что клан здесь могли пропустить но посмотрим согласен уходячих первые два сезона имба после дно а вот локи реально переоценен хороший но но что напишешь но что что в нем не так по твоему тут есть сопрано я считаю он тут выиграет откуда ты знаешь что тут есть сопрано ты что уже проходил конкретно этот турнир сопрано лучше лично для меня нет я могу это понять и принять целым могу даже согласиться но лично для меня как я уже объяснил во все тяжкие игра гораздо большую роль потому что я смотрел это лет в 15 не совсем согласен первый сезон немного скучновато ну да есть такое но опять же я пересматривал во все тяжкие во взрослом возрасте и при пересмотре мне первый сезон и вообще в целом многие места моменты персонажи даже которые мне не нравились при просмотре в юношестве во взрослом возрасте казались гораздо лучше я вообще многое переосмыслил на многие вещи в этом сериале посмотрел иначе с возрастом так что я рекомендую тебе лет эдак через пять-десять посмотреть еще раз и ты тоже взглянешь на это иначе ребята привет be silent привет давно не виделись это правда так то мадара соло а так хз какой еще комментарий можно было ожидать от гары привет приветствую гару в общем ладно давайте во все тяжкие пойдем дальше великолепный эффект или теория большого взрыва великолепный век я не смотрел а теорию большого взрыва я помню смотрел еще в то время когда я смотрел сериалы в захлёб я их смотрел запойно это были времена моего раннего студенчества когда я обучался в колледже и я тогда мог это был пик моим моего просмотра фильмов и сериалов я мог тогда я смотрел в принципе каждый день что-то в отличие от того что сейчас и я мог там по два по три фильма посмотреть в день или сезон сериала целого в день посмотреть и я помню на примере теории большого взрыва как далеко я заходил потому что где-то году в четырнадцатом по моему на каникулах каких-то я посмотрел теорию большого взрыва на тот момент я точно помню было семь сезонов по 20 с лишним серий не как сейчас когда в одном сезоне то может быть 6 8 серий нет там было по старинке 24 26 20 минутных эпизодов в одном сезоне и 7 сезонов вот таких я посмотрел за неделю представляете то есть я смотрел буквально по сезону каждый день по 20 с лишним серии 20 минутных в день я смотрел и 7 сезонный сериал на тот момент я посмотрел за неделю ну и последующие сезоны по мере выхода тоже насматривала хотя этот сериал тоже скатился после определенного момента я даже помню точно когда это произошло это случилось после свадьбы короче после первой свадьбы там вроде бы самым первым женился говард и после свадьбы говарда на бернадет все пошло по на вниз просто резко прям заметно потому что в этот момент этот момент разделил сериал на до и после до этого это был ситком про гиков а после этого это стал ситком про женатиков в среднем возрасте потому что все остальные переженились потом там детей нарожали так далее это терял уже просто потерял всю свою начальную суть и скатился но я тем не менее дотягивал до последнего и досмотрел его вам могу рекомендовать только первые сезона в сколько там 5 6 в общем до свадьбы говарда вот так у меня все отстает наверное я ливаю почему что у тебя отстает я ну как хочешь хочешь уходи мне без разницы теорию до уж точно не тянет рейтинг 8 плюс и называться отличным сериалом максимум хороший не знаю я локи если ты до сих пор про локи то я локи поставил как раз по моему 8 ей у меня стоит восьмерка для меня это прям твердая восьмерка ты кстати таки не написал и не обосновал свой хейт ну не то чтобы хейт ну в общем ты не не обосновал свое мнение ты не написал что сериалом не так пойду посмотреть евангелион не рекомендую евангелион мне тоже не понравился совсем и про это у меня тоже есть рецензия и в телеграм-канале и на кинопоиск последнее королевство или супергерл не смотрел ни то ни другое но про супергерл я хотя бы слышал и мне нравится актриса который ее играет она очень красивая железный кулак или флэш флэша не смотрел железного кулака смотрел и он мне не понравился наверное из четверки марвеловских сериалов от нетфликса он самый слабый то есть сорви голова джессика джонс люк кейдж и железный кулак железный кулак худший прям очень проходной но про флэша я слышал вещи даже похуже и поэтому не стал даже какие-то шансы ему давать тут автоматом железный кулак проходит просто начатое нужно закончить ну тогда хотя бы не смотри дальше конца евангелиона а после этого почитай мои отзывы у меня даже на канале в тик токе есть отдельный плейлист по евангелиону где я в нескольких у меня цикл роликов есть где я обосновываю почему это переоцененное аниме в этом турнире много ширпотреба ширпотреба ну может быть хотя тут очень мало всего 32 варианта и тут написано что это просто популярные сериалы ну на самом деле пока что я могу сказать что тут действительно все сериалы плюс-минус популярны так что название нам не врет ванда вижен или секс эдюкейшн половое воспитание его естественный смотрел ванду вижен я смотрел когда он выходил поначалу сериал подавал надежды но тоже в конце как это часто у marvel бывает скатился однако не без плюсов достоинства у него определенно есть поэтому выбираю его последняя пара закрытая школа мне интересно по какому принципу автор решил и один единственный сериал российский зачем-то добавить сюда но просто думаю либо делать все зарубежные сериалы либо половину или хотя бы треть сериалов делать российскими чтобы как-то уравновесить какой смысл один единственный сериал российский вставлять я не понимаю во вторых если уж он и вставил один единственный российский сериал то среди всего разнообразия он выбрал закрытую школу почему-то для меня это загадка конечно я не смотрел разумеется закрытую школу доктора хаоса к сожалению тоже но и тут естественно выберу хаоса и на этом мы переходим ко второму этапу сверхъестественное или игра престолов сверхъестественное я не смотрел и не хочу 15 сезонов это ту матч рим или лост не смотрел ни то ни то более культовый лост поэтому выбираю его железный кулак или острые козырьки при том что острых козырьков я дропнул тем не менее их первые сезоны в разы на несколько голов лучше чем железный кулак мой любимый снг сериал это реальные пацаны без комментариев во все тяжкие или теория большого взрыва разумеется во все тяжкие я уже говорил что это победитель супер герл или ванда вижн супер герл я не смотрел защитник или доктор хаос блин доктора хаоса я конечно не смотрел но я точно понимаю что он как сериал лучше защитников почему здесь вообще защитники откуда они тут взялись тут сорви голова железный кулак и защитники вот лучше было бы железного кулака и защитников заменить на тогда уж на джессику джонс и железного нет как его люка кейдж люк кейдж конечно тоже проходной но не настолько как железный кулак джессика джонс даже имеет первый неплохой сезон что было бы лучше а что не так тимур норм сериал какой реальный пацаны я не смотрел поэтому без комментариев если он брал самый популярный то все равно сопрано должен быть как видишь его тут нет потому что это другая эпоха понимаешь тут сериалы 21 века ну по крайней мере начавшиеся в нулевых даже в конце нулевых где-то преимущественно десятые годы то есть это сериалы последнего времени сопрано слишком давний видимо для этого автора но я скорее всего буду проходить еще другие турниры сериальные сегодня потому что этот пройдут слишком быстро так что может быть еще есть шанс блин я не знаю ладно давайте я сделаю исключение ради уважения выберу доктора хаоса несмотря на то что я его не смотрел потому что защитников четверть финала выпускать я не хочу чернобыль или локи ну разумеется чернобыль братья по оружию ли пацаны братьев я не смотрел они сюда прошли а я вспомнил был еще один российский сериал это каха реально автор решил из 32 сериалов добавить два российских и его выбор пал на каху и на закрытую школу это очень неоднозначный выбор мягко говоря четверть финала игра престолов или lost lost я не смотрел игра престолов короче займет второе место у меня я понял козырьки или пацаны блин не знаю и те и другие скатились но пацанов я пока что не забросил а козырьков я забросил поэтому будет честнее тут выбрать для меня пацанов хаос или чернобыль хаоса я не смотрел тяжкие ливанда вижн тяжкие и в полуфинале пацаны против чернобыля чернобыль игра престолов во все тяжкие ха ха вот он досрочный финал видимо не на втором месте у меня будет игра но чернобыль тоже заслуживает второе место вполне окей давайте посмотрим какая у меня получилась десяточка за полчаса прошел всего итак на первом месте разумеется вовсе тяжкие у людей только на втором на втором месте чернобыль у людей даже не в десятке только на четырнадцатом месте чернобыль видимо его мало кто смотрел мне кажется на третьем игра престолов на четвертом пацаны у людей игра престолов первое это совершенно неудивительно пятый ну на пятый придется из этих острых козырьков ставить на шестом ванда вижена на седьмом уже то что я не смотрел доктор хаос пускай будет 8 остаться в живых на девятом теория большого взрыва нет на девятом логе пускай будет на десятом теория я конечно если бы сам расставлял было бы совсем не так шерлока жалко шерлока очень жалко но турниры бывают жестокими давайте поищем еще сериальчики ну по мультсериалам я наверное как уже сказал сделаю отдельный турнир давайте другие именно по сериалам обычным поищем можем пройти на лучшего сигму но тут еще и из игры будет в которых я не шарю и из аниме вот лучший русский сериал есть но их почти не смотрел сериалы детства и юности но вряд ли для кого-то из вас это будет актуально так ладно чё там в интересных лучший мультсериал не колоде он и тоже не неплохо но это мультсериал это мультсериал все равно так в новых вот лучший сериал лауреат премии эми здесь точно будет сопрано потому что сопрано получала эми по моему даже не один раз но всех других победителей эми я почти не смотрел и плюс там будет то же самое там тоже будет во все тяжкие там тоже будет то что я не видел не не знаю пошли сигму окей час подождите давайте по полистаю еще сигму я держу в голове его мы пройдем до очень много по мультикам очень много есть отдельный турнир посвященный фильмом мультфильмом и мультсериалом о пингвинах где набралось целых 32 вариантов видите как много контента по пингвинам на короче тут тут херня полная если честно часа чисто ради интересов недооцененные зайду впервые посмотрю что там и пойдем сигму выбирать лучший казахский веб-сериал е лучший персонаж отчаянных домохозяек лучшая серия сопрано прикинь алим ты как раз написал или серию какого-то сериала вот лучшая серия сопрано я конечно уже плохо помню и вся надежда на упоминание но вот лучший зарубежный сериал без мультипликации тут вот сопрано прям на обложке 128 вариантов но он недооценен и поэтому его не выбили в топе и я его пропустил лучшая серия пацанов там было в общем что проходим сначала лучшая серия сопрано или лучшего сигму я в любом случае пройду оба на сильнейшего персонажа в наруто чел хорош этот турнир я уже делал поищи в записях трансляции на ютубе казахский веб-сериал тоже можно можно было бы если бы я смотрел хотя бы один окей давай я открою против соседней вкладке чтобы не потерять а мы пойдем на сигму он короче а закончим на лучшей серии сопрано только вот где сигма было я не помню в какой вкладке не в этой надо еще раз нет не надо сначала сигма да я таки хочу там выиграл мадара нет ни мадара там выиграл вот они этот лучший злодей а где был сигма я потерял я потерял сигму может он в этих в лучших был до лучший сигма окей давайте классические сразу скажу что персонажей игры я буду автоматом скипать потому что я их не знаю ни одного дизлайк ну как хочешь томас шелби или эрон егер кто больше сигма ну я бы не назвал эрона сигмой а если и считать его таковым то только в последних сезонах большую часть истории все таки он сигмой не а томас шелби он от начала и до конца стопроцентный сигма к нему гораздо меньше в этом плане претензий поэтому я за томаса воздадим ему за проигрыш козырьков в предыдущем турнире витус калета или юичи катагири аниме игра друзей я не знаю ни того ни другого ну про витус калета я хотя бы слышал что это мафия 2 да легендарная игра может его выбрать не хочу вот это вот не хочу давайте витус калета чисто вы проявим уважение гац из берсерка или йохан либерт из монстра не смотрел ни то ни то но про обоих слышал много давайте я вам дам право выбирать скорее всего вы лучше меня в этом разбирать давай алим скажи берсерк или монстр сложно да я даже несмотря ни одно из этих аниме я понимаю что выбор непростой а кто вообще еще смотрит я с другого аккаунта ты алим и кто еще здесь есть кто тут есть вообще какие критерии для сигмы а вот в этом и сложность турнира потому что нет точного определения сигмы и каких-то критериев конкретных это надо идти за душой понимаешь вот что для тебя лично сигма вот того и выбирай пусть будет монстр окей хотя и чисто вот из нарезок и эдитов которые я видел в тик токи гац появляется время от времени особенно если когда это касается аниме сигм а йохана я не видел там ни разу вообще ну ладно я доверюсь тебе так что пускай будет монстр а вот стоило мне спросить кто еще смотрит кроме тебя и этот человек свалил сразу походу даже максим не смотрит вот что даже не максим не хикухи он начал хорош свалил все ушли а тебе спасибо за лайк конор из детройта или гриффит из берсерка давайте тогда может быть раз гад слетел ради равновесия выберем хоть из берсерка гриффита как считаешь мне кстати все время казалось что это женский персонаж потому что он похож на девушку но оказывается это он гриффит окей густаво фринг или агузок чё ты чё тут делаешь агузок ты что сигма а ну с работу это правильно конечно же фринг геральт или тайлер тайна дернул я уже сказал что я буду скипать игровых потому что я не геймер поэтому тут тайна дернул жакир или ассасин опять же игровые персонажи мимо рассказчик из бойцовского клуба или данила багров из брата брата я не смотрел ни одного но разу но рассказчик не сигма и вообще суть этого персонажа это противопоставление тайлеру дернул это его полная противоположенность соответственно если тайлер дернул является сигмой то нортен никак не может им быть поэтому чисто по логике и здесь я выберу багрова патрик бэйтман или кира юшикаге из джоджу до него я пока еще не досмотрел поэтому я выберу бэйтмана чтобы не было спалерцов волтер white или джесси пинкман нифига себе какова была вообще вероятность их встречи в одной паре ну конечно же волтер white я вообще не понимаю что здесь делает джесси пинкман он ни разу не сигма в отличие от волтер во все тяжкие столько сигма и пинкман не является таковым по всей своей сути зуландр или гослинг из драйва ну конечно же гослинг из драйва зуландр это просто шутка оба игровых вот оба ассасин скрит и чё и чем кого мне выбирать а лим ты играл в ассасин мне вот интересно почему так мало активности у меня в последних стримах актива в разы меньше чем даже до этого было меня и до этого почти никто не смотрел но до этого хотя бы там человек 10 могло набраться сейчас вот и на прошлом 12 человека себя даже меньше чем на твиче бывает не понимаю в чем дело потому что тематика я считаю очень интересная которая должна привлекать людей я расширил максимально свой как бы круг тематик теперь и про фильмы и про сериалы вот тут игры встречаются и все равно это никому не интересно почему или это реки как-то не так работают или я в теневом бане или что вообще происходит и не понимаю почему кроме алима ник никого тут нет и даже алим ничего не пишет я не играл но говорят 4 хорош давай его ну давай его образцовый самец этот оуэн вилсон или тони старт ну конечно тони старт о чем речь нико белик из gta 4 лицо джордан белк конечно джордан белк он выигрывает еще и тем что это реальный человек живой до сих пор причем хитман или сол гудман игровые проходят мимо кей из бегущего по лезвию или кратос опять игры проходят мимо все пошел второй этап багров или кей или гослинг ну тут просто в силу того что я не смотрел брата проходит госляра грифит или ассасин ну давай грифита потому что в игру не играл не я не ты алим поэтому тут опять берсерк гослинг из драйва или из бегущего по лезвию возможно такая пара нам еще выпадет тони старт или волтер уайт это сложно это тяжело скажу так не знаю кто из них больше сигма но мне лично как персонаж больше нравится уолтер уайт хайзенберг вид у скалета или патрик бэтмен игры пролетают джордан белфорд или йохан либерт из монстра аниме это я не смотрел поэтому джордан волчок джокер или томас шелби томас шелби гораздо в большей степени сигма джокер это джокер это вообще не сигма и не понимаю почему его считают сигма и это же чистый инцел вообще это противоположность сигмы так что томас шелби сол гудман или гослинг из драйва я продвигаю гослинга из драйва чтобы дать ему шанс встретиться с гослингом из бегущего густаво фринкли тайлер джордан у меня есть аргумент по поводу джордана и почему его не стоит далеко продвигать в этом турнире дело в том что он не настоящий человек не в том плане что он не существовал в реальности понятное дело тут почти все персонажи вымышлены а суть в том что он даже во вселенной своего произведения то есть в бойцовском клубе не является реальным человеком он по сюжету по кануну одна из личностей рассказчика это вторая личность рассказчика он не существует на самом деле по сюжету и он просто он галлюцинации понимаешь все что он сделал он сделал в теле и хиплого рассказчика и в любой момент он может переключиться на этого самого нортона поэтому он ненадежный он не стабильный и он нереальный в отличие от густава мать его фринга который все время является жестким челом я думаю даже более жестким чем тайлер дерн потому что густава реально человек пострашнее будет так что он побеждает он как просто лично сделал больше кто тайлер нет он и как лично сделал меньше густава сделал гораздо больше чем дёрден намного в разы больше он блин построил целую нарко империю а талер дерн собрал вокруг себя каких-то оголтелых фанатиков сделал какую-то не до секту которая просто сдулась не знают за несколько месяцев а густава вел свой бизнес годами если не десятилетиями это гораздо больше это и есть сила тайлера его сложно победить его победил нортон и его блин победил эдвард нортон рассказчик он его вычислил он выстрел себе в щеку и все тайлер мертв по сути ну чем заканчивается бойцовский кузов убивает тайлера дердена а кто убивает гуса фринга его убивает саламанка ну или можно считать что хайзенберг то есть персонаж гораздо выше и крупнее чем рассказчик нортона то есть тут как не посмотри куда не плють как не поверни густава в разы уделывает дердена вообще по всем фронтам абсолютно по всем пунктам талер дел 1109 и чё это гораздо мельче чем то что сделал густава фринг это единичный теракт фринг как я уже сказал построил целую нарко империю успешную которую вел годами вел двойной образ жизни у него по сути тоже было две личности это густава который снаружи которые директор это лос полос хермано с вот этой бургерной и наркобарон у него тоже две стороны только обе из них реальны так что я как я уже сказал по всем фронтам уделывает фринг он и людей больше убил у него власти больше влияние больше денег больше возможностей больше его всего больше чем у тайлера дердена который даже не является реальным человеком о чем тут речь может идти мы переходим к четверти финала в котором побеждает волтер white поскольку берсерка я не смотрел и не читал к сожалению пока еще до сих пор но однажды надеюсь это сделать да да ради этого все было ради к этому мы шли к этому самого начала лим ты это видишь гослинг против гослинга это можно заскринить эта красота если бы они еще местами были поменены то выглядело бы так как будто гослинг из бегущего смотрит на гослинга водителя этот типа такой свет на него падает но тут сложно да но я знаю кого я выберу потому что бегущий по лезвию тут почему-то написано по краю мне как фильм нравится больше чем драйв он для меня больше значит я об этом рассказывал на предыдущем стриме где выбирал свой любимый фильм который можно посмотреть в записи на моем ютубе и я наверное выберу кия пожалуй кия хотя конечно гослинг из драйва он является олицетворением понятия сигма и если вообще давать какое-то определение какую-то иллюстрацию тому что является согласно тик ток эдитом сигмой то это будет именно гослинг из драйва он чаще всего встречается он самый популярный самый знаковый самый иконичный но я ведь прохожу этот турнир и я исхожу из своих предпочтений поэтому тут я выберу гослинга но не того джордан белфорд или томас шелби и снова я выберу того кто жил с нами и живет продолжает существовать в нашем с мире и является настоящим человеком томас шелби нужно козырьки скатись а волк с волстрит офигенный фильм драйв бегущий по лезвию барби ла ла лэнд все в этих фильмах у него нет девушки из этого он страдает нет ну в бегущем у него есть девушка просто она не настоящая как сейчас в тик токе популярно делать тренд девушках которые все плохо относились это же именно она и есть его голограмма да и в ла ла лэнди у него есть девушка тоже просто не там расстались не в конце да и в бегущем точнее в драйве у него тоже эта соседка девушка то есть но не какое-то подобие отношений было патрик бэтмен или густава фринг снова густава фринг потому что патрик бэтмен это психически нездоровый человек с галлюцинациями с иллюзиями с ну в этом же и суть фильма что он мог и не совершать то есть до конца непонятно совершал ли он вообще все эти преступления все эти зверства а густава фринг по факту совершал реально реально делал это точно известно это достоверные факты поэтому он уделывает и проходит в полуфинал у полтер white или гослинг я думаю что в итоге у меня победит у волтер white во первых потому что мне нравится этот персонаж как и сериал символично что у меня в сериальном турнире победил победили во все тяжкие а здесь победит во вторых символично закономерно но конкретно в этой паре я выберу волтера потому что он опять же человек живой человек а кей он он робот да еще вспоминаю просто концовку фильма она такая немного запутанная но по факту он оказывается в итоге роботом этим репликантом он не человек а я выберу тут человека волкс волк стрит или густава фринг тут сложно опять же тоже не знаю кого выбирать но я выберу густава фринга просто чтобы финале увидеть канон сериальный канон хайзенберг против густава фринга это буквально четвертый сезон ну и конечно здесь какие в сюжете сериала побеждает болтер white я ставлю лайк и посмотрим на результаты на первом месте волтер white у людей на четвертом на втором месте густава фринг у людей даже не в десятке почему-то на третьем месте пусть будет гостинг из бегущего на четвертом волкс волк стрит на пятом гостинг из драйва должен быть пятерками пятерки получается два гостинга на шестом пусть будет томас шелби на седьмом патрик бэтмен на восьмом получается грифит на девятом тайлер дёрден на десятом сол гудман какая будет так и мы переходим к сохраненному мной последнему наверное на сегодня турниру на лучший эпизод сопрано 128 вариантов он втрое больше чем оба предыдущих турнира его я буду проходить может быть даже около часа я конечно плохо помню уже конкретные эпизоды сериала и вся моя надежда на то что там в описании будет написан краткий сюжет потому что так я не вспомню большую часть из этих серий потому что сериал я смотрел в прошлом году по моему ну больше года назад точно если что ты алим я надеюсь мне поможешь подскажешь вообще забавно чё школьники думают все что патрик крутой но в конце его монолог все говорит про не ну да ну блин это это дети что с них взять и так выбираю классический режим и начинаем кстати по моему я вообще ни разу не проходил ни теста не турнира по сопрано проверка мечты пятый сезон 11 серия тони уезжает в плаза хотел для отдыха но ему продолжают снится кошмары между тем дела тони бландетта угрожают мафии джерси участием в новом конфликте с нью-йорком я помню эту серию по моему эта серия с рекордно продолжительным сном тони где он там является другим человеком где он там в конце чуть ли не умирает или типа того я помню это было очень фантазмагорично метафорично символично и красиво круто сделано хорошая серия на мне нравится я мечта дженни кусамана 1 сезон 13 серия тони так опять меня меня гонит live studio говорит что я не активен в стриме какого хрена все я активен он сейчас может опять вырубить долбаный стрим честно говоря я последний сезон не смотрел чего алим смысле ты не смо ты чё не досмотрел сопрано и ты мне так много заряжаешь про сопрано при том что ты его даже не до конца смотрел серьезно я боюсь немного спойлеров так что я тут немного буду пропускать ты мой единственный зритель буквально алим ну давай ты не будешь моросить но тут будут да тут будут спойлеры да ты чё не знаешь чем закончилась сопрано ты не в курсе того что и так известно уже очень давно ты реально не не натыкался на гене ноги и спойлеры не знаешь сюжет пятого сезона ну я не знаю чем тебе помочь ну решай сам конечно в принципе на крайняк я могу и в одиночестве посидеть здесь потыкать поразговаривать самим собой но будет грустно тут точно будет последняя серия алим здесь сто процентов будет последняя серия и многие другие серии из пятого сезона потому что во первых там в принципе больше всего серий по количеству мы во вторых они там очень многие хорошие действительно которые невозможно будет сюда не вставить как например вот 11 серия ладно что ж поделать мечта дженни кусамана тони начинает мстить за покушение на свою жизнь но ошеломлен узнав что его мать и дядя были замешаны в этом джуниор пытается сбежать когда подозревают что то не придет за ним но вмешиваются феде не я выбираю проверку мечты да парень идет к психиатру второй сезон первой серии тони начинает позиционировать себя в качестве исполняющего обязанности дона в джерси но его мир переворачивается с возвращением больну большого пусси и сестры дженнис да я помню эту серию мэлфи посещает психотерапевта из-за чу видимо тут автор просто копировал полностью описание серии откуда-нибудь из википедии вставлял сюда и даже не заботился о том что здесь стоит ограничение в символах поэтому тут все описание обрывочные мог бы хотя бы там подредактировать последнее предложение убрать например спаси нас всех от власти сатаны третий сезон 10 серия тони замечает что напевает рождественский блюз по мере приближения праздников он и фурио принимают ответные меры против русских которые избили дженнис воспоминания о пусть и преследуют тони да это прикольная серия где этот за уже даже имена забыл который толстяк переодевается в санту они его заставляют переодеться в санту это рыба поющая тоже прикольный сон с пусть и неплохой но мне гораздо больше запомнилась и таки вторая серия вот точнее первая серия второго сезона такая более значимая наверное сюжетно выберу ее хит это хит или пропуск а видимо здесь серии нечетное количество и вставили пропуск а я понял тут а тут скорее всего вообще все серии я понял тут вообще все серии потому что сколько в сопрано серии то в принципе там пять сезонов там по моему в принципе 60 чем-то серии я вообще не понимаю почему здесь 128 вариантов там нет там не набирается даже близко столько серий там даже ста серий нет тут будет до хера пропусков до хера пропусков но зато абсолютно все серии без исключения я даже сейчас погуглю подожди сколько серий в сопрано я кстати смотрел сопрано по подписке на кинопоиске там в 86 а ну да это же сериал старого формата там где в одном сезоне было по моему по 13 16 серий а в последнем вообще 20 чем-то ну вот получается из 128 вариантов только 86 являются настоящими сериями остальные 42 будут пропусками охренеть тут будет 42 пропуска ты прикинь живи свободным или умри 6 серия 6 сезона то не принимает некоторые решения которые надо сделать первое решение включает в себя поиски помощи в италии чтобы решить местные проблемы расти второе решение позволить одному из его главных раб понятно домашнее кино сопрано 6 сезон тот же самый 13 серия под давлением то не должен принять решение которое повлияет на всех участников между тем борьба за власть в нью-йорке заканчивается с удивительной интригой вот эту серию я почему-то не помню шестой сезон а это та серия где он надо не буду тебе говорить о лим потому что ты не смотрел но да я помню эту серию а здесь ну тут тоже не могу говорить потому что это и то и другое шестой сезон ну давай тринадцатую серию выберу она мне побольше нравится понятно холодный камень 6 сезон 11 серии туда же чисто статистически будет гораздо больше серии из 6 сезона потому что там в принципе больше серии чем в любом другом сезоне почему-то не досмотрел сопрано алим то есть ты его недавно начал смотреть или из-за чего-то не досмотрел просто я когда смотрел я кое-куда уезжала потом чтоб счет забыл про него ты не забывай досмотри и вот даже не знаю мне может описание серии 6 сезона не зачитывать чтобы тебе даже косвенно не спойлерить давай я тогда буду описание серии 6 сезона читать про себя мне еще и ощущение что здесь какой-то автоматический перевод с английского тут иногда какой-то набор слов в описании как будто автор даже не из русскоязычной википедии копировал описание серии а из англоязычной переводил его через переводчик корявый и вставлял сюда такое себе но 11 серии 6 сезона я даже через описание плохо помню и через картинки тоже не оживлять второе вторая серия второго сезона то не играет на обоих сторонах в строительном споре а пусть и встречается с агентом фбр ливия становится подозрительно из-за тшениц когда-то становится слишком заботливой джуниора выпускают из тюрьмы но тоже так себе плохо помню и то и то ну давайте вторую серию второго сезона у меня будет в одной тридцать второй и первая и вторая серия второго сезона а давай все серии из шестого сезона скипнем тогда в чем смысл проходить турнир без шестого сезона в котором больше всего серии в котором в принципе дохера офигенных серий тогда можем сразу закрывать турнир и заканчивать стрим ты посмотри просто третий раз три раза подряд пропуски что за дичь он мог бы просто сделать поменьше вариантов но были бы не все серии какие-нибудь проходные пропустил бы и сделал бы 64 варианта из которых все были бы нормальными холодная дыра пятый сезон десятая серия дженни соглашается пойти в группу помощи для управления гневом помню эту серию после ее стычки с родителями на футбольном матче софии между тем бланда это и кристофер уехали до ферму лишь опечатки не дофь не на ферма до ферму написано своего дети чтобы перепрятать те непонятно что а чтобы перепрятать тело да я помню слияние поглощение четвертый сезон восьмая серия поле заботится о своей матери устраивая ее в элитном доме престарелых зеленая роща между тем фурио пытается найти способ справиться со своими чувствами к кармеле давай пятый сезон у меня это это лучше помню низинные земли первый сезон четвертая серия с культ сразу с культовым кадром вот этот вот четвертый кадр внизу это прям известное фото когда джеки април проигрывать свою битву с раком тони его команда соглашаются дать джуниору то что он хочет однако они это делают из-за скрытых мотивов кристофер впадает от страха в гнев или все несчастные 4 сезон 6 серия кристофер продолжает битву со своей героиновой зависимостью тони получает донести важную информацию о глориа трилло между тем арти щечна щечна что вообще решает покончить с собой после плохого финансового решения вот до четвертую четвертый сезон 6 серию я помню лучше первый сезон я тоже плохо помню а давай ты просто пересмотришь самого начала я тебе рекомендую тогда уже просто начать заново смотреть и посмотреть уже до конца так будет лучше мой пирожок четвертый сезон пятая серия когда лошадь умерла я даже читать не буду описание здесь и так все понятно и я очень хорошо помню эту серию она одна из самых ярких или два тони пятый сезон первой серии теперь когда кармелла и тони живут в рось то не начинает испытывать романтический интерес к доктору мэлфи однако тони и кармелла пересекаются когда она вынуждена позвать его после того как дикий медведь пришел к ним домой да это я помню тоже есть офигенный кадр где тони сидит с автоматом у своего дома и курить сигару тоже известный кадр но я выберу про лошадь про лошадь это это круто это это серия где он еще убивает этого опять забыл у всех имена уже забываю не не вспомню ну короче ты понял про кого я ну с другой стороны из этих пропусков я гораздо быстрее прохожу этот турнир элоиза четвертый сезон двенадцатой серии через синее море фурио отправляется обратно в италию чем возмущает тони и вгоняет кармеллу в депрессию между тем джонни сака обращается кто не с опасным предложением или прощай ливушка это когда умирает мать то не ну конечно второе да марко поло пятый сезон восьмая серия семья и друзья собираются на дне рождения отца кармеллы джонни сакопа не получает новый автомобиль тони бланта это берет подработку на стороне или колледж первой серии первой сезон пятая серия и и я помню даже не буду читать описание это где тони едет со своей дочерью смотреть колледжи по пути встречает какого-то старого предателя мафии втихую убивает его дочь всерьез заподозревает и принципе догадывается что то они является мафиози а кармелла в это время подкатывает к священнику да это хороший сей домашний арест второй сезон одиннадцатой серии адвокат тони советует ему какое-то время вести себя как обычный гражданин но тони начинает скучать по прежнему образу жизни мэлфи начинают употреблять алкоголь перед посещением тони или первый сезон шестая серия следующая после того той серии про колледжа команда тони расстроена когда джуниор отказывается соблюдать старые правила джуниор обладает облагает налогами старых друзей тони наносит визит джонни секу из нью-йорка в надежде на то что джонни повлияет на джуниора ну давайте наверное второй сезон первый сезон шестая серия классная ну давай тогда и его ладно никто ничего не знает первый сезон одиннадцатая серия тони шокирован узнав что его старый друг пусси может быть крыса и посылает поле для проверки да я помню эту серию после того как пусть и повел себя подозрительно джуниор достигает наивысшей точки кипения или помни тогда шестой сезон пятнадцатая серия я не буду тебе ее зачитывать я выберу первый сезон да она лучше она мощнее армия 1 3 сезон 13 серия тони и кармелла ссорятся из-за перспективы отправки ай джей в военную школу после того как его исключили из обычной ральфи вынужден принять участие принять решение о джеке а мэду рефлексирует о своей жизни или девочка д второй сезон 7 серия кристофер погружается в мир голливудского фильма пусть и борется со своей совестью увязая все глубже и глубже в отношениях с федералами а эта серия где кристофер знакомиться с этим с режиссером с настоящим режиссером который снял железного человека в marvel и который играет там хэппи этого шофера тони старка забыл как его зовут ну я за за второй сезон тут-то проваливай второй сезон третья серия тони сталкивается с новой угрозой когда брата джеки ричи априла выпускают из тюрьмы и он пытается поиграть мышцами кармелла и тони отчаянно пытаются наказать мэду когда она загаживает дом ливии или роскошная гостиная шестой сезон 7 серия я тебе тоже не буду ее зачитывать потому что тут с полирцы ну я выберу второй сезон третью серию и и хотя бы помню гораздо лучше пятая платформа шестой сезон 14 серия тоже не буду зачитывать а и шестой сезон 18 серию тоже не буду зачитывать но я помню обе из них даже по картинкам и выбираю восемнадцатую выбираю да да ты посмотри просто летят прикинь до конца таки будет мистер жестокие отношения третий сезон первая серия хотя семья сопрано ведет обычную активность фбр начинает сложную операцию по прослушке их дома кто не обдумывает свои последствия когда пэтси начинает задавать слишком много вопроса по поводу смерти видимо пусси вот тут тоже кадр культовый где они за столом сидят это по моему даже афиша какая-то какой-то постер из этого кадра делали я помню второе пришествие шестой сезон 19 серия это вообще конец это по моему там 21 или 20 с небольшим серии это 19 да я помню это уже прям почти конец самый ну я выберу третий сезон а давай победит пропуск причем знаешь я уверен что у кого-то когда-то по-любому побеждал пропуск это даже можно будет посмотреть в конечном списке по-любому найдется какой-нибудь пропуск который занял не самые последние места густаву или сопрано что густаву или сопрано просьба мистера и миссис джона сакремоний шестой сезон пятая серия да 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 помню я помню или мо и джо тот же шестой сезон десятая серия я надеюсь ты хотя бы с картинок никаких спойлеров не ловишь хотя я вот смотрю вроде чего-то критического в картинках то и нет плюс они еще у тебя на экране очень мелкие же опаснее кто опаснее густава или сопрано ну конечно сопрано я думаю да сопрано потому что он блин дон мафии даже если так прикинуть у кого из них больше могущества я думаю что у тони потому что у него в принципе больше ресурсов густава конечно наркобарон но он не является доном он не является главой мафии он наоборот работает на донов этой мексиканского картеля и там есть свои доны как дон не помню как его зовут в общем которого он в бассейне утопил то есть сам густаву не такая большая шишка он занимается трафиком как бы всем что с этим связано но он не какая-то руководящая должность в отличие от тони что я думаю что тони в принципе больше возможности имеет для чего-то нет картинок нет ничего ну и хорошо я выберу пятую серию шестого сезона сделано в америке вот она последняя серия всего сериала тут глазоньки лучше закрыть тут я вижу по по картинкам даже можно кое-каким выводом прийти я тебе даже так скажу тут среди кадров есть буквально ну почти что самый последний кадр последней сцены этого сериала тут даже есть кадр из самой последней сцены этого сериала не буду говорить какой или вес четвертый сезон четвертая серия напряженность между ральфи и джонни сака растет из-за комментариев ральфи о чрезмерном весе жены джонни да я помню эту шутку очень смешная серия которые стали известны общественности то не заказал удар по джонни джонни заказал удар по ральфу ну это четвертая серия четвертого сезона прикольная она мне нравится я ее хорошо помню но финал вот как тут машина взрывает у меня также голова взрывалась когда я смотрел эту серию возможно она победит если и не победит то она очень высоко зайдет так что будь готов еще эти кадры много раз увидеть прогулка шестой сезон девятая серия или иди как мужчина шестой сезон семнадцатая серия блин я обе эти серии плохо помню даже с учетом описания и картинок ну пускай будет семнадцатая серия вроде бы я оттуда помню суммарно больше он по умственным способностям может быть опасным не зря же он того кого убил кого того кто он о ком ты говоришь добротная кожаная куртка о это я помню это я это я помню даже могу не читать длиной 46 вторая серия первого сезона кристофер и брендон проявляет инициативу в угоне грузовика но их план имеет неприятные последствия когда об этом узнает дядя джуниор команда тони оказывает услугу учителю тони младшего я припоминаю вторую серию но там еще они только разгоняются там еще вот ну нет такого масштаба во второй серии там еще только вот какие то вот крючки только появляются развешивают ружья а добротная куртка это хорошая серия во всех отношениях тут вот каждый кадр как канонично каждый кадр культовый смотрю на каждый кадр я вспоминаю сцену хотя нижние два кадра они из одной сцены но это все очень важные события особенно когда этот приходит у них забирать деньги типа give me там даже фраза есть какая-то культа когда он просит у них больше денег чем должен я вижу только взрыв то есть концовки ну окей без показа 4 сезон 2 серия мэду хочет оставить колледж и отправиться путешествовать в европу чтобы бить от ее родителей в попытке помочь ей то не предлагает мэду поговорить с психологом но это приносит больше вреда чем пользы или легенда о теннисе молти санти первый сезон 8 серия культовый кадр с крисофером да 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 команда сопрано начинает делать некоторые уборки в своих домах так как слухи об обвинительных актах фбр начинают всплывать на поверхность крисофер впадает в уныние когда он не оказывается в этих сход да 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 я помню помню ну 8 серия 1 сенона конечно множественные святыню арка даже сюда вставил ты кстати смотрел этот фильм я просто увидел отзывы и понял что мне это лучше не смотреть второй сезон 10 серия Тони начинает сбор налички из-за возможного ареста, когда узнает, что при убийстве Бевеляква был свидетель Федералы усиливают давление на Пуси, когда они узнают о его причастности к этому убийству Или вызывают все машины, 4 сезон, 11 серия Тони должен пересмотреть свой образ действий, когда он узнает, что Кармайн Лупертаци хочет участвовать в афере на Худ Тем временем доктор Мелфи может потерять важных пациентов Так вот, хоть убей, не помню ни из описания, ни из кадров эту серию, поэтому тут второй сезон А про что там? Про что где? Про что в последней серии последнего сезона? Могу рассказать, если хочешь Ты прикинь, даже в 1.32 будет дофига пропусков все равно Только члены первой серии шестого сезона Или слишком много смотришь телевизор Четвертый сезон, 7 серия Отсидев в тюрьме 4 месяца, Полли выходит на свободу Семьи устраивают в его честь Фуршет в клубе Бадабинь Адриана пытается добиться от Христофера предложения жениться на ней А здесь... Я помню, да, 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 я вижу последний кадр, я помню, да Это мощная серия, я выбираю начало шестого сезона, да Неопознанные черные мужчины Пятый сезон, 9 серия Жарким днем два Тони смотрят игру Мец на трубе Когда Тони Блондетта идет за пивом Тони Сопрано замечает, что он прихрамывает на правую ногу Два черных парней напали на меня, когда я возвращался из бара Или Торт Джонни, шестой сезон, восьмая серия Тоже не помню Но я помню вот эту сцену с этим Деем Опять же забыл, как его зовут Какого-то парнишку на стройке пугал Это было жутко, да, я выбираю пятый сезон Как же много О, опять и там, и там, шестой сезон Вторую серию помню, да Я выбираю вторую серию Там, ладно, не буду говорить, что там Но она мне гораздо сильнее запомнилась Кресиный пакет, пятый сезон, вторая серия Тони устраивает вечеринку для Тони Блондетта Его двоюродного брата, недавно освободившегося из тюрьмы, условно-досрочно Между тем, ФБР продолжает давить на Адриану для получения информации Или Веселый дом, второй сезон, тринадцатая серия Тони отравился и в бреду видит странное видение с участием Пусси Когда Тони просыпается, его подозрения обретают смысл ФБР ловит Ливию в аэропорту с убиками против ее сына Федералы решили выступить Пятый сезон Пятый сезон О, там была первая серия, первый сезон Университет Третий сезон, шестая серия Ральфи убивает танцовщицу из БАДАПИНГ Он и Тони дерутся на стоянке из-за этого Мэду и Ной переводят свои отношения на новый уровень Но отношения не становятся романтичнее из-за соседки Мэду Или Сын Удачи Третий сезон, третья серия Мелфи начинает давить на Тони в его терапии Тони раскрывает некоторые тревожные воспоминания из своего детства Которые могут помочь объяснить приступы паники У Поли и Кристота начинаются трения Ну, я выбираю шестую серию, где с Ральфом Где Ральф убивает проституткой, это очень вспоминающийся Долговременная парковка Пятый сезон, двенадцатая серия Когда Адриана пытается скрыть убийство ФБР Продолжает следовать за ней На этот раз трагическими последствиями Между тем Тони и Кармела помирились Тони должен решить, что делать дальше с его двоюродным братом Или Сентиментальное обучение Пятый сезон, шестая серия Кармела общается в дополнительное время с советником Эйджей А Тони Блондетта понимает, как трудно делать бизнес с незнакомыми людьми Пятая, двенадцатая серия, это где Кармета Адриану убивают Да, конечно, выбираю ее Пушистая шейка Первый сезон, седьмая серия После того, как Эйджей отстраняют от занятий в школе из-за употребления вина Тони начинает вспоминать свое детство, когда он узнал об обороте жизни своего отца Оливия узнает о терапии сына Рыцарь в белых доспехах Второй сезон, двенадцатая серия Поведение Ричи доводит Тони до предела И он начинает планировать его устранение Тони понимает, что разрыв со своей русской любовницей будет более сложным, чем он предполагал Это серия, где его сестра убивает Ричи Априла Это я помню Давайте его Изабелла Первый сезон, двенадцатая серия Тони впадают в еще большую депрессию после того, как исчезает Пусси Он увеличивает дозу препарата В результате чего появляется галлюцинация красивой итальянской девушки, живущей по соседству Или Кристофер, четвертый сезон, третья серия С Кристофером работает в команде с Полли Полли допускает утечку информации для Тони Сайко Сильвио и Ральфи готовы выступить с оружием в руках Когда они слышат, что группа коренных американцев, индийцы, да, я помню Я за двенадцатую серию первых сезонов с этой итальяночкой было прикольно Бесплодная сосна Третий сезон, одиннадцатая серия И это последняя пара первого этапа Полли и Кристофер гоняются за русским по лесам Южного Джерзи Которого они привезли закапывать, но которому удалось сбежать А, это те самые, та самая серия про русского Да, я могу дальше не читать Или другая зубочистка Третий сезон, пятая серия Больной раком отец Бобби возвращается из уединения, чтобы выполнить убийство Между тем Джуниор получает некоторое неприятное известие о своем состоянии здоровья Расизм Тони снова выходит на поверхность Ну, конечно же, про русских Это вообще одна из лучших серий И самая смешная, наверное Она далеко зайдет Брейкин Бэп А потом давай Б Не, уже не сегодня Кто тебе больше нравится, Тони или Волтер как персонаж? Волтер В нем гораздо больше изменений происходит Юрист был Какой юрист? У меня клавиатура лагает Ну, я вижу Третий сезон, пятая серия Нет, и что, конечно, про русских лучше Все, одна, тридцать вторая Второй этап Проваливай Да, ага Или долговременная парковка Там, где Адриану убивают Да, очень мощная серия, да Очень мощная Мир сопрано Или в камелоте По-моему, я это даже не читал Я это Автоматически Пропускал Потому что там пропуск был Тони узнает о затяжных Эмоциональных и финансовых Тайнах Любовницы своего отца Джуниор гуляет по похоронам Всех знакомых Для получения разрешения Из суда Кристофер притворяется Подтворствует Наркомании друга Или шестая серия Первого сезона Не знаю Мне что-то Ни то, ни то Ни о чем не напоминает Не знаю Ну пусть будет шестая серия Первого сезона Ладно А, ты хотел пятую серию Третьего Ну Я поздно посмотрел Мясистая часть бедра Шестой сезон Четвертой серии Да Да, я припоминаю ее Или все из уважения Пятый сезон Тринадцатая серия Под давлением Тони должен принять решение Которое повлияет На всех участников Между тем Борьба за власть Нью-Йорка Заканчивается С удивительной интригой А, это где он убивает Своего этого Двоюродного Блондетта Я помню вот этот кадр Ну тогда я это выбираю Что если Сопрано и Уолтер Поменялись бы местами По обстоятельствам Смотря какой Уолтер На какой момент Если из начала сериала То Он ничего не сможет сделать Если Хайзенберг Попадет на место Тони Сопрано Он все разрушит Просто абсолютно Все разрушит Под себя Подомнет И Обвалится Под собственным весом Как это и было Собственно Во все тяжкие У него же там тоже Было все И он все просрал Как ему говорил еще Майк То же самое Было бы и Сопрано А если бы Тони Попал в ситуацию Уолтера Опять же В какой момент сериала Потому что Во все тяжкие Очень сильно меняется По сюжету Если бы началось С сюжета Если бы Тони Сопрано Был учителем химии Ну из него бы Нихера не получилась Учителя химии Он бы полез в криминал А если бы он был Оказался бы На месте Хайзенберга В конце сериала Ну типа Наркобароном Ну мне кажется Он бы справился лучше Мне кажется Тони Сопрано Справился бы лучше С работой Хайзенберга Как минимум Из-за того Что у него есть Опыт Большой В этом И он не стал бы Слишком сильно На себе одеяло Тянуть Он понимает Как все работает То есть Получается Что Хайзенберг Не смог бы Делать работу Тони Но Тони Смог бы Делать работу Хайзенберга Лучше чем он Что происходит Стрим упал Или что Стрим идет А как Насчет Рак О бытовых делах Ну От рака Он умер Это в любом случае Было бы Я имею ввиду Дела На которые Он может Повлиять А в быту С женой И с детьми Он был бы Таким же Как и со Своими Женой И детьми Там Аналогично Было бы Так Я выбираю Десятую серию Четвертого сезона Да Он поднялся Третий сезон Восьмая серия Вражда Тони И Ральфи Обостряется Когда Ральфи Продвигается Вверх По службе Мэду И Джеки Сближаются Команда Сопрано Теряет Неожиданным Образом Еще одного Бойца И Тони Завязывает Отношения С этой Пациенткой Другой Мэлфи Или Серия Где он узнает Что пусть и предатель Ну конечно Первый сезон Так Голубая комета А да Я помню Это предпоследняя Блин Предпоследняя серия Или последняя серия Ну конечно Я выберу Последнюю серию Но предпоследняя Тоже очень сильная Неопознанные Черные мужчины Или прощай Ливушка Прощай Ливушка Где Джонни Пятый сезон Третья серия Фич пересекает линию Наступая на предложение Поли на озеленение В Нью-Йорке Враждебность возрастает Что заставляет Джонни Сака Отправить братьев Леотардо К Кармайну Младшему Чтобы доставить сообщение Или все вокруг Нерегулярно Пятый сезон Пятая серия Хотя Кристофер Уехал по делам Команда Клана Сопрано Обсуждает слухи Об участии Адрианы В прослушке Да-да-да-да-да Это та серия Где Пошел слух О том Что Адриана Якобы Отвасала Тони в машине Это очень смешно Как этот слух Распространяется От одного человека К другому Каждый раз Порастая Какими-то Новыми Ложными Деталями И тогда Кристоферы Чуть не хлопнули Да Я за Пятую серию Пятого сезона Крисиный пакет Где появляется Блондетта Или Про русских Про русских Конечно Иди как мужчина Или Для всех Долгов Публичных И частных 4 сезон 5 Первая серия Тони и Кармелла Беспокоятся О семейных финансах В период Экономического спада У Джуниора Тоже финансовые проблемы Все его деньги Уходят на оплату Адриана Приводит свою подругу На А новая подруга Ее оказывается Агентом ФБР Как раз Да И это еще серия Где Тони заставляет Кристофера Убить Бывшего полицейского Который якобы Убил его отца Но не факт Да Я выбираю Первую серию Четвертого сезона Уолтер стал успешным Из-за Захимичей Меда А Тони Что сделал бы с нуля Говорю с нуля Он бы ничего не сделал Он бы пошел в криминал Но своим путем Привычным А если бы у него Уже была Наркоимперия Он бы ее сохранил Он бы нашел химиков Которые бы варили За него Все несчастные Или хит Это хит Десятая серия Первого сезона Тони разворачивается Когда пытается Завязать новые знакомства Разочаровывается Когда пытается Завязать новые знакомства Со своими соседями Кристофер и Адриана Пробуют свои силы В звукозаписывающем бизнесе Да я помню Тут еще кринж Но их планы Имеют неприятные последствия Я помню Что в этой серии Офигенно представили Черную мафию Но к сожалению Не стали развивать Эту ветку Хотя мне было бы Очень интересно Стоит ли смотреть Этот сериал Конечно стоит По твоему Максим Если бы это был Нестующий сериал То я бы сейчас проходил Такой огромный турнир На лучшую серию Из него Волтер хотя бы Сделал себя сам Но сам и погубил Да Ну и Тони Тони тоже Сам себя погубил По большей части Девочка Д Или Болтун Музейдил Девятая серия Третьего сезона Отношения Тони и Глории Развиваются Когда они находят Наносят визит В бронгский зоопарк И Джея ловят На акте вандализма В своей школе Кристофер дарит Адриане Новый ночной клуб Джеки младший Пытается Девочка Д Короче Клуб по интересам Вторая серия Шестого сезона Хорошая И очень Или увечешь Третья серия Шестого сезона Блин это Просто в третьей серии Продолжается То офигенное Что было во второй Но Третья Все таки Третья Тут третя Погоня Шестнадцатая Серия Шестого Или Рыцарь в белых доспехах Где убивают Априла А здесь Чего Ну короче Я за Убийство Ричи Априла Откуда Вечность Второй сезон Девятая серия Тони начинает Охоту на Мэтта И просит Пусть помочь Ему Поле становится Нервным Когда Кристофер Передает ему Послание С того света Кармела Просит Тони Сделать Вазектомию А Молки Начинает Сожалеть Кто бы это Не сделал Четвертый сезон Девятая серия А это вот здесь Убийство Ральфа Да Конечно Я тогда выбираю Это Конечно Да Лошадь За одну серию До этого было Первая серия Второго сезона Или Одиннадцатая серия Пятого Одиннадцатая серия Пятого Мне нравятся Серии Где Показывают Расширенные Сны Тони Возьминадцатая серия Шестого сезона Или Про колледж Про колледж Про колледж Прям Хороший Прям качественный Холодная дыра Ну конечно Я выберу Что угодно Кроме фильма Фильм это То же самое Что пропуск Даже хуже Мне кажется Мой пирожок Гибель лошади Или Короче Гибель лошади Да Влюбленность Двенадцатая серия Третьего сезона Тони должен Прекратить отношения С расстроенной Глорией Когда она Начинает угрожать Подвергнуть Огласки Их связь Джеки Стремится Воспользоваться Советами Ральфи И решает Совершить Смелый грабеж Или Изабелла Я за Изабелла Просьба Мистера И миссис Джона Сакремони Или Только члены Только Только члены Только члены И ничего Кроме членов Отказ Гнев Одобрение Третья серия Первого сезона Тони Поли И Сильвио Начали дело С евреем Владельцем Отеля Да, я помню Это там еще есть Офигенная фраза Типа Ну и где римляне Сейчас Они перед тобой Особенно в переводе Гоблина Потрясающим Тони борется С неизлечимой Болезнью Своего давнего друга Нынешнего Дональда Джеки Априлом Что-то жив Меду Прочит Оказать Кристоферу Услугу Да Он еще Наркоту Привозил Или Кожаная куртка Блин Кожаная куртка Тоже классная Ладно Давай Третью серию Давай Все-таки Третью Большие девочки Не плачут Второй сезон Пятая серия Кристофер И Пусси Возмущены Когда Тони Устанавливает Новый кадровый Порядок В команде Кристофер Пытается снять Стресс Путем посещения Актерского класса Для сценаристов До этого я помню Это было сильно А Пусси Становится Больше Более разговорчивым Все счастливые семьи Цитата Толстого Между прочим Тони И Кармела Спорят Об Ай Джей Когда он возвращается Из Нью-Йорка После Дикой Ночи Питч продолжает Пересекать линию Относительно Оселенения Бизнеса Поли Заставляя Тони Чтобы принять решение Короче Большие девочки Не плачут Там крутая сцена Есть С Кристофером Первая серия Первого сезона Или Первая серия Третьего сезона Первая серия Первого сезона Конечно Но это Начало легенд И мы переходим К третьему этапу Тогда какая озвучка Лучше Конечно Гоблина Разумеется Гоблиновская Но если Ты не можешь Или не хочешь Смотреть Матерную Озвучку Тогда Обычная Телевизионная А там Их по-моему Всего две Их всего две Так что Выбор невелик Счастливый Странник Шестая серия Второго сезона Тони Организует И проводит Большую игру В покер Но должен Проявить силу Когда его Старший Старый Школьный Приятель Которого Играет Актер Который Играл Еще Жидкого Терминатора В Терминаторе 2 Проигрывает Большую сумму Денег Вичи Ставит себя В разрез В Тони Во время Карточной Игры Я помню Эту серию Сильная Или Хит Это хит Десятая Серия Первого сезона Счастливый Странник Лучше Да Служащий Месяца Это произносило Мелфи Или Большие девочки Не плачут Про Актерский Материн Нет Про Рейп Это мощнее Мир Сопрано Шестая Серия Первого сезона Или Седьмая Серия Третьего Сезона Второе Мнение Хирургия Останавливает Рак Джуниора Но Тони Должен Вмешаться Когда Врач Джуниора Игнорирует Его Телефонные Звонки Напряженность Растет Между Отношениями Поли И Кристофера Я помню Этот Культовый Кадр С мякотью С мякотью Но Там слишком Много Мякотью Я люблю Когда Поменьше Мякоти Это Да Это Хорошее Мне По большей Части Все равно Наматы Спасибо За ответ Пожалуйста Вы Можете Можешь Максим Хотя бы Лайки поставить Раз уж Ты не понимаешь Что тут Происходит Но спасибо Что все еще Присутствуешь Можешь Протапать Азимандия Или Федина Или Муха Что Какая Федина Какая Азимандия А ты Филина Ты про серии Во все тяжкие Конечно Филина Хотя Азимандия Я тоже Я не помню Про что Напомню Про что Азимандия А Азимандия Это где Майку убивают Блин Обе серии Мощные Конечно Но я бы Выбрал Наверное Филину Третья серия Первого сезона Про еврея Или Третья серия Шестого Третья Шестого Конечно Третья серия Шестого Холодная Дыра Или Последняя серия Конечно Последняя серия Белые кепки Четвертый сезон Тринадцатая серия Суд Над джуниором Приближается К своему концу То не пытается Развеселить Кармелу Позже Кристоферу Приходится Иметь дело С двумя Киллерами Или Легенда О Теннисе Молтисанте Восьмая серия Первого сезона Я за Восьмую Первого Рыцарь В белых доспехах Это Убийство Априла Или Одиннадцатая серия Пятого сезона Блин Я выбираю сны Все равно Я выбираю сны Да Мне не больше нравится Бока Девятая серия Первого сезона Тони и Сильвио Планируют Произвести Решительные действия Когда слышат Некоторые тревожные Новости О футбольном Тренере Мэдл Тони узнает Секрет Который Джуниор Предпочитает Держать В тайне Или Только члены Ну Я снова Выбираю Хотя Это Серия Где еще Этот Шутка Про Кунилингус Джуниор Очень смешно Но Я выбираю Все-таки Только член Азиманди Где убивают Хэнка Да Я правильно Вспомнил Убийство Адрианы Или Прорусских Прорусских Хотя Серия С убийством Адрианы Тоже Очень мощная Кто бы Это Не Сделал А Про Убийство Ральфа Очень Мощно Или Про Зависимость Кристофера Е-мое Ну я За Убийство Ральфа Притем В серии Про Убийство Ральфа Тоже Очень Много Про Зависимость Кристофер И Вернувшуюся Только Спасибо Университет Это где Узнается Что Пусси Крыса Или Самая Первая Серия Ну там Где Одиннадцатая Где узнается Что Пусси Крыса И мы Переходим К одной Восьмой Ладно Я пошел Блин Алим Да сиди Чуть-чуть Тут осталось Немножко Мы уже На одной Восьмой Я уже Минут Через Пятнадцать Закончу Наверное Да терпи А то Кто тут Останется Максим Не шарит Кристофер Или Пинкман Кто больше Нравится Кристофер Конечно Кристофер Кристофер Это как Версия Пинкмана Только Более Жесткая И Брутальная Тимур Не он Хочет быть На стриме Но у него Не заходит В тикток Передай Ему Мои Соболезнования Да И к тому Он тоже Сопрано Не смотрел Он тут Тоже Ничего Не поймет Как и ты Счастливый Странник А да Где Покер Или Про Рейтни Служащий Месяц Пожалуй Да Хорошая Колледж Или Все вокруг Нерегулярно Все вокруг Нерегулярно Ой там Напряжение Прям Можно ножом Резать Про русских Или где Пуси Крыса Ааа Про русских Просто я За угар Седьмая Серия Третьего Сезона Или У ВИЧ Блин У ВИЧа Третья серия Шестого Потрясающе В шестом Сезоне Вообще Очень много Крутых Серий Университет Или Легенда Теннис Университет Да Только Члены Или Последняя Серия Ну Блин Смотри Первая Серия Шестого Сезона Или Последняя Серия Шестого Сезона Она же Последняя В сериале Ну Я конечно Люблю Только Члены Можете Это Вырезать Вне Контекста Но я Выбираю Финал И он Хочет Получить Доступ К секретному Войсу Для присутствия На стриме Чего Какому Секретному Войсу Я Не понимаю Передай ему Что я Не понимаю О каком Секретном Войсе Едет Речь У меня Чем Стрим Завис У меня Стрим Завис Или Че У меня Стрим Завис Так Сейчас Че Происходит Зрителей Нет Че За Дичь А Вот Сейчас Нормально Ну Ладно Че Закончу Наедине С собой Че Тут Осталось Немного Да С убийством Ральфа Или Ну Убийство Ральфа Конечно Просто Сон И так Уже Есть Один Поэтому Я думаю Этот Можно Скипнуть Командор А Это Про Поездку В Италии Да Или С убийством Бландетта Нет Про Поездку В Италии Мне Нравится И Четверть Финала Последняя Серия Да Последняя Наверное Победит Третья Серия Шестого Сезона Или Четвертая Третья Наверное Третья Шестого Блин У меня Походу В первой пятерке Будет только Шестой Сезон Кто бы Это Не Сделал Или На Русских Ладно Конечно Приколы Приколами Но Здесь Выбираю Да С Ральфом Больше Наравится Командор Или Университет Ух Университет Мощнее Полу Полуфинал Ё-моё Ладно Давайте Университет Или нет Тут еще Про эти Отношения Мэду Неинтересно Были Блин Не знаю Ладно Давайте Шестой Сезон Буду Дальше Продвигать Кто бы Это Не Сделали Финал Финал Ну И Да Продвигает Финал Итак Давайте Посмотрим 10 Моих Любимых Серий Сериала Сопрано На Первом Месте Последняя Серия У Люди Она В топ 3 И Я с С этим Согласен На Втором Месте Увечья Тоже Из Шестого Сезона У Людей В Десятке На Третьем Пускай Да На Третьем И На Четвертом Серии Про Ральфа На Третьем С Его Убийством На Четвертой С Его Убийством Прости Тунский На Пятом У Людей Самая Любимая Серия Про Русских Ну Понятно Ну Пускай Будет У меня На Пятом Месте Про Русских На Шестом Все Нерегулярно Пятой Серии Пятого Сезона На Седьмом Служащий Месяца На Восьмом Командор На Девятом На Девятом Никто Ничего Не знает Где Раскрывается Крысяничество Пуси И На Десятом Пускай Будет Колледж Вот Нормальный Десятка По Моему В общем Вот так Прошел Стрим Практически В одного Вообще Меня Разочаровывает Конечно Практически Полное Отсутствие Какого Либо Актива Не знаю С чем Это Связано Надеюсь Что Это Исправится В ближайшее Время Иначе Я теряю Всякую Мотивацию Вообще Делать Стримы В Тик Токе У меня Конечно Есть еще Много Идей Там Можно И про Мультсериалы И про Мультфильмы И про Музыку И про Актеров Делать Стримы То есть Тематика Стримов Еще Очень Много Может быть Поскольку Я Наконец-то Оторвался От аниме Но Кто Это Будет Смотреть Большой Вопрос В общем Ладно Запись Этого Стрима Появится Завтра На Ютубе Ну И все Ну Что Мне даже Прощаться Нескем Как Грустно